Добрый день! Сегодня у нас интересная вещица. Компания Чиима Фанги выпустила четырехслойную пирамидку. Вроде как не новость, вроде как компания Шинк Шау уже выпускала такую, достаточно неплохую модель. Компания Лан Лан тоже выпустила четырехслойную пирамидку, но ее покупать не стал, поскольку... Ну зачем? Даже все-таки Лан Лан от них какого-то удивительного качества не дождешься. Если бы была какая-то уникальная головоломка, я бы, может, и купил, но такая уже была, так что не стал. Но Чиима нас всегда радует своим отменным качеством, и я не удержался, и все-таки приобрел. К тому же они выпустили версию в цветном пластике, которая очень похожа по внешнему виду на пирамидку X-Men. Которая у меня основная, которая мне очень нравится. Посмотрим на коробочку. Четырехслойная пирамидка, это Мастер Пираминкс. Ждем Профессор Пираминкс, если так будет называться, пятислойная. Ну, пока Шинк Шау не выпустили, может быть, Мафанг захотят. Ну, тут у нас Мац Фалик убавится. Самая пирамидка. Ну, и все. Инструкции нет. Нет инструкции, это, конечно, грустно. Но мы, опять же, переживем. Сравним с пирамидкой от Шинк Шау. Ну, конечно, калорная выглядит симпатично. Хотя на черном пластике тоже смотрится неплохо. Мафанг предоставляет и на черном пластике такую пирамидку. Мне почему-то калорная понравилась. Да, к тому же внутри мы видим некрашный пластик. Праймари. Премиум. Кому как и нравится. Интересно вращается. Сравним с маленькой пирамидкой по размеру. Вот у меня тут первая попавшаяся пирамидка от Мою. Видим, что грань у четырехслойной пирамидки чуть побольше. Но ненамного. Чуть-чуть. Буквально на сантиметр ребро длиннее. Ну, отложим в стороночку. Так. Чем хороша была пирамидка от Шинк Шау? Да, просто она была на тот момент уникальная в массовом производстве. Такая вот, чтобы ровная четырехслойная пирамидка была, по-моему, только у них. Всякие выпуклые я в расчет не беру. Именно правильной формы. Но что не настораживало, это отсутствие фиксации. Крутить это неплохо. А фиксации, как мы привыкли, здесь были либо магниты, либо подшипники. Фиксации здесь не было. Ну, это немножко огорчало, хотя не сильно. Компания Мафанг эту проблему решила. Очень четкая фиксация. Магнитов здесь нет, насколько я знаю. Но есть... И подшипников нет. Но есть какие-то выступы и впадинки на элементах, которые я не смотрю, увидеть не могу. Но картинку приложу. То есть, механизм для фиксации здесь предусмотрен. И это хорошо. Давайте перемешаем. Посмотрим, как она в деле. Замечательно она крутится. Просто отлично. То есть, у кого есть пирамидка Чинг Шоу, и вы думаете, покупать Мафанг или нет, я думаю, не покупать. Хорошая вещичка. И, наверное, можно вполне удобно собирать на скорость. В принципе, и Шин Шоу было можно. Но это еще круче. Так. Пирамидка Чинг Шоу пришла мне в то время, когда я обычно пирамидку толком собирать-то не умел. Поэтому я ее собрал интуитивно. Метод достаточно долгий. Но зато ни одной новой формулы. Единственное, здесь перемещаются центры. Их нужно правильно располагать. Если провернуть на такой пирамидке такой вот пиф-паф трижды. То у нас поменяются два вот этих центра и два вот этих. То есть, в конце сборки это надо выполнить. То есть, в процессе можно какой-то центр сориентировать правильно и перейти потом к этой ситуации. Если собирать более популярным методом, каким сейчас попробую сделать сборку на этой пирамидке, то там возможны три ситуации с центрами в конце. То есть, не только такая, но и один правильно стоит, а три другие надо переместить. Там уже пиф-пафами не делаются, но есть простенький алгоритм, который нам с этим поможет. Так, и в чем же здесь суть? Суть в том, что сделать просто редукцию до обычной пирамидки. То есть, нужно найти... А, вот, одно ребро я не размешал. То есть, нужно вот из трех элементов собрать все вот эти ребрышки. Сейчас попробуем. Я не сильно большой специалист в пирамидках, но попробуем. Так, два ребра есть. Идем дальше. Собрали третье. Всего ребра пирамидки в шесть. Так, первые три собираются легко. Так, желто-красные. Так, куда-нибудь переместимся, чтобы было поудобнее. А вот, кстати, красно-зеленые есть. То есть, обычные пиф-пафы нам здесь помогут. Так, и что у нас осталось? Два ребра. То есть, до этого мы все делали интуитивно. А здесь надо чуть похитрее. Да. Осталось у нас два ребра. То есть, расположим как-нибудь вот так. То есть, это ситуация, как в кубике 5 на 5. здесь блочок отдельный элемент, а здесь перевернутый блочок и отдельный элемент. По идее, в пятерке на ребрах мы делали такое движение, потом флипали это ребро и возвращали. Ну, на пирамидке флип можно сделать как-нибудь, к примеру, так, так, вот так. У нас ребро перевернулось. Да. И вот все ребра собрались. Собираем, как обычную пирамидку, не обращая внимания вот на эти центральные. На всякий случай доверну маленькие уголочки. халявы никакой не вижу, поэтому начнем, наверное, с красного. Почему бы и нет? Ой, как некрасиво. Ну, да ладно. Совсем все нехорошо, все красные ребра. То есть, вот это вот у нас целые ребра. Плохо поставил. Загоняем одно. Хоть немножко и разъезжается в руках, но вращать вполне удобно. Так, собрали один слой. Ну, и, видимо, стандартную ситуацию из обычной пирамидки. Так, вот так вот нарешим. Да, и в конце у нас получилась как раз та ситуация, о которой я говорил. То есть, центр правильно ориентирован, а эти три нужно переместить. То есть, не как здесь, два так, и два так, а именно три. в пирамидке есть у нас такой алгоритм. Вот такой вот. Вот такие вот тройные глаза нам меняет. Ну, попробуем его проверять здесь. из какого положения. Так, сейчас я, возможно, не в ту сторону его сделаю. Да, скорее всего. Но, если что, сделаем два раза. Собраны гранью к себе. и крутим не просто давайте уштрих, наверное, а средний слой. Я там сбился немножко, поэтому восстановил. И вот у меня что получилось. То есть, берем собранный грань к себе и делаем что-то вроде вот такого. R средний слой R' средний слой R средний слой R' и очевидно средний слой. И вот пирамидка собирается легко и непринужденно, если не забывать алгоритмы. Ну, как бы этот алгоритм из простой пирамидки просто мы движение U заменяем движением получается E. Да, движением E. Очень порадовало своим качеством. Это четырехслойная пирамидка, мастер пирамидокс, чьи мафанги. Хорошая вещь. Радует. Не жалею, что купил. Несмотря на то, что у меня здесь уже сшэнк-шоу. Замечательные. Отличное пополнение коллекции. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.